Здравствуйте друзья! BMW готовится к запуску совершенно нового X3, который станет важным шагом в переходе бренда к новым технологиям. Но это все пафосные речи, а вот реальность заключается в том, что новинка без преувеличений ознаменует начало новой эпохи в дизайне компании. Забудьте про большие ноздри, узкие фары или ангельские глазки. BMW возвращается к корням. Первым звоночком стало появление концепта New Class X, но многие усомнились, что BMW пойдет таким радикальным путем, и в серийной версии будут применены лишь некоторые детали концепта. Я тоже так думал до сегодняшнего дня, пока не увидел патентное изображение нового BMW iX3 и понял, что концепт был практически готовым продуктом. Новая философия дизайна радикально отличается от всего того, что компания предлагала раньше. Теперь BMW предлагает маленькие ноздри угловатой формы и пластиковую заглушку, заменяющую решетку радиатора. Она растянулась практически на всю ширину кузова и упирается в новую светотехнику. Оба эти элемента визуально создают одну линию. Это мои друзья. И есть новое лицо всех будущих BMW. И iX3 – это лишь вершина айсберга. За кроссовером последует новая тройка с таким же дизайном, потом выйдет новый BMW X5, а потом черед дойдет и до нового X7, и все они получат вот такой вот характерный дизайн. И это не шутки. Самой главной инновацией всех новых BMW станет платформа New Class. Хотя достанется она далеко не всем. Тот же BMW X5 получит устаревшую платформу Klar. А вот New Class будет ориентирован в первую очередь на электрички. Эта архитектура предлагает множество преимуществ. Платформа построена на 800-вольтовой архитектуре, что обеспечивает как быструю зарядку, так и улучшенные характеристики производительности. Платформа очень гибкая и способна работать с четырьмя моторами общей мощностью в 1360 сил. Новый iX3 будет доступен в конфигурациях с одним и двумя электромоторами, с общей мощностью в 300 сил для одномоторной версии и отдачей в 600 сил для двухмоторной модификации. Главной изюминкой новинки будет новая технология аккумуляторов, разработанная для платформы New Class. Она обещает революционные улучшения. Эти батареи будут на 20% более энергоемкие, обеспечат на 30% более быстрый процесс зарядки и увеличат запас хода на целых 30%. В некоторых конфигурациях кроссовер на этой платформе сможет преодолеть до 800 километров на одной зарядке. Это действительно очень крутой результат. Такие же батареи получит и электрический iX5, который придет на смену актуальному BMW iX. Информации о салоне пока мало и она держится в строгом секрете, поскольку патентные чертежи не раскрывают детали интерьера. Однако, исходя из общей стратегии BMW, можно ожидать, что iX3 будет оснащен новейшей цифровой кабиной. Центральным элементом интерьера станет трапециевидный сенсорный экран и инновационный дисплей Panoramic Vision, о котором я рассказывал в недавнем видео. Так что от былой архитектуры здесь ничего не останется. В сравнении с концептом, серийная версия, вероятно, получит более классическое рулевое колесо и менее авангардные элементы интерьера. Ожидается, что будут использованы экологические материалы, что типично для современного автопрома. Хотя iX3 отличается от своего бензинового аналога iX3 более смелым дизайном, BMW не планирует применять столь же радикальный подход для своих будущих компактных седанов. Например, недавно заснятые прототипы i3 и новой третьей серии демонстрируют, что эти модели сохранят больше сходства в пропорциях, несмотря на использование разных платформ. Эта стратегия также прослеживается в паре моделей i5 и пятерки. Та же история и с семеркой, что подчеркивает стремление BMW обеспечить узнаваемость бренда при переходе к электромобилям. Такая же история будет и с новым iX5. Так что новый iX3 запустит цепочку событий, которые радикально изменят компанию и не всем это понравится. iX3 это не просто очередной электромобиль, а витрина технологий, которые будут определять будущее компании и будут использоваться во всех будущих моделях. Так что пишите, как вам новый дизайнерский язык BMW в комментариях под видео. И может быть большие ноздри все же были не так и ужасны? Скоро мы получим ответ на этот вопрос. Hyundai продолжает расширять линейку заряженных моделей и на сцене появляется Elantra N TCR Edition, специальная версия, вдохновленная участием марки в мировом туре Touring Car Racing. Несмотря на громкое название и эффектный внешний вид, технические улучшения здесь сведены к минимуму. Главной изюминкой TCR Edition стал огромный углепластиковый спойлер, который явно выделяется даже на фоне и без того агрессивного дизайна Elantra N. Этот регулируемый элемент аэродинамики обещает повысить прижимную силу на высоких скоростях, улучшая устойчивость задней оси, что особенно важно для трек дней, для чего и был создан этот автомобиль. Новинка также получила облегченные 19-дюймовые колеса, которые снижают неподрессоренные массы, что положительно сказывается на управляемости. Тормозная система была модернизирована, моноблочные тормоза N Performance с четырехпоршневыми суппортами обеспечивают более уверенное замедление. Для южнокорейского рынка будут доступны эксклюзивные наклейки TCR Edition, которых не будет в других странах. Внутри особая Elantra остается верна стандартной версии, однако добавлены некоторые элементы, создающие атмосферу трекового автомобиля. Среди них обтянутый Алькантарой руль с фирменным синим маркером на 12 часов, спортивные ремни безопасности и многочисленные шильдики TCR Edition. К сожалению, в плане технических характеристик сюрпризов нет. Автомобиль оснащен все тем же двухлитровым турбомотором, выдающим 276 сил или 286 сил в режиме N Green Shift. Крутящий момент составляет 392 ньютон-метра, что позволяет Elantra N сохранять статус одного из самых мощных представителей компактного седан-класса. Однако от модели с гоночным названием ждешь большего, чем просто визуальные улучшения. Так что новинка больше похожа на маркетинговый ход, нежели на полноценное предложение для энтузиастов. Да, улучшения в виде аэродинамического спойлера и облегченных колес безусловно полезны для трековых заездов. Но это все те изменения, которые легко реализуются при помощи тюнинга. Официальный запуск модели в Южной Корее намечен на декабрь 2024 года, а на мировые рынки новинка попадет только в 2025 году. Вполне возможно, что мы увидим ее дебют на предстоящем автосалоне в Лос-Анджелесе, но Hyundai пока не подтвердил эту информацию. Вольво стала одной из первых крупных автомобильных компаний, заявивших о полном переходе на электромобили. В марте 2021 года шведский производитель представил амбициозный план – отказаться от автомобилей с ДВС к 2030 году. Однако недавно Джили, владелец бренда, скорректировал эту стратегию, признав, что ДВС не исчезнет так быстро, как предполагалось. На этом фоне Вольво XC90 – флагманский внедорожник компании – становится ярким примером того, как традиционные модели могут сосуществовать с новыми электрическими разработками. XC90 – это та модель, которая заслужила статус легенды в линейке Вольво. В 2024 году она отметит 10-летний юбилей. Этот полноразмерный кроссовер впервые вышел на рынок в 2014 году, получил крупный рестайлинг в 2019, а в сентябре 2023 года был обновлен снова. Такой подход к модернизации позволяет модели оставаться актуальной и конкурентоспособной даже спустя годы. Интересно, что это не первый раз, когда Вольво растягивает жизненный цикл своей флагманской модели. Предыдущее поколение XC90, выпущенное в 2002 году, находилось в производстве аж целых 14 лет. Оно оставалось популярным даже после выхода второго поколения, завершив свою карьеру только в 2016 году. Учитывая такие традиции, нынешний XC90 может повторить судьбу своего предшественника. На фоне растущего интереса к электромобилям, Вольво представила полностью электрический XC90. Однако XC90 продолжает занимать важное место в модельной линейке. По словам представителей компании, эти две модели ориентированы на разные категории покупателей. XC90 является более дорогим предложением. Его стартовая цена начинается с 80 тысяч долларов, тогда как XC90 можно приобрести за 58 тысяч долларов. Такое разделение моделей позволяет Вольво привлечь как консервативных клиентов, предпочитающих ДВС, так и более прогрессивных покупателей, ориентированных на экологичность. Самое интересное, что XC90 не сдаёт позиции в продажах. Несмотря на возраст, он занимает третье место по популярности среди всех моделей Вольво, уступая только более компактным и доступным XC60 и XC40. Это подтверждает, что спрос на полноразмерные кроссоверы остаётся высоким. Вольво намерено поддерживать интерес к XC90 путём дальнейших обновлений. Но речь скорее всего идёт о модернизации текущей платформы, а не о разработке полностью нового поколения. Значительные инвестиции в разработку новой версии автомобиля с ДВС кажутся маловероятными, особенно с учётом стратегического курса Вольво на электрификацию. Компания уже полностью прекратила производство дизельных двигателей и поддерживает планы Евросоюза запретить продажу новых автомобилей с ДВС к 1935 году, что не всем нравится. Однако рынок электромобилей находится в стадии затишья, и для многих клиентов переход на полностью электрические автомобили пока затруднителен. Так что XC90 остаётся своеобразным мостом между прошлым и будущим. Он позволяет клиентам Вольво сохранить привычный стиль жизни и постепенно адаптироваться к новым технологиям. Будет ли создано новое поколение XC90 – это вряд ли, но ясно одно – этот кроссовер ещё не готов уйти в историю и продолжит оставаться частью линейки Вольво ещё долгое время. Что ж, друзья, а у меня на сегодня всё. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, что вам было интересно и напоминаю, чтобы не пропускать новые видео, рекомендую подписаться на канал, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok